Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширина Раева. Тема нашей встречи – профилактика артериальной гипертензии. Ширин, здравствуйте. Здравствуйте. И для начала я бы хотела, чтобы вы рассказали нашим телезрителям в общем об этом недуге, что это за болезнь. Вообще артериальная гипертония на сегодняшний день очень актуальна заболевания как для врача, так и для пациента. Артериальная гипертония – это серьезная патология, которая порождает сосуды в организме. Здоровые люди тоже подвержены колебаниям артериального давления. Во время сна, период покоя у человека давление снижается, это в норме. И в период физической нагрузки, когда человек курит, и при стрессовых обстоятельствах, в ситуациях, артериальное давление у нас повышается. Но это кратковременное повышение колебания артериального давления, которое со временем приходит в норму, то есть к исходному уровню. А гипертоники, которые уже болеют артериальной гипертонией, у них происходит резкое колебание давления. И, соответственно, гипертоническая болезнь оставляет очень такой тяжелый след за собой, приводит к некоторым нарушениям, такие как снижается зрение, сосуды теряют эластичность, нарушается функцию почек из-за давления на них, нарушается частота сердечных сокращений, нарушается кровообсажение самого сердца. Вообще артериальная гипертензия зачастую проходит бессимптомно. То есть нет никаких признаков? Да, может быть такое, что человек себя прекрасно чувствует, да. Просто человек говорит, ну у меня какая-то слабость, голова кружится, когда мы уже измеряем давление, там 140 и выше. Есть первичная профилактика, есть вторичная профилактика. Первичная профилактика, она направлена тем лицам, которые имеют отягощенную наследственность, что вот родители страдают гипертонической болезнью. То есть такое может быть, что болезнь передается по наследству? Конечно, конечно, даже могу сказать, что 100% это может, да. Лица уже подвержены. Лица нужна первичная профилактика лицам, которые имеют пограничные цифры артериального давления. То есть эти люди должны состоять на диспансерном учете у участкового терапевта, постоянное наблюдение, своевременное лечение заболеваний сердечно-сосудистых систем, неврологические заболевания, мочевыделительные системы и придерживаться рекомендаций врача. Отказ от курения, уменьшение потребления спиртных напитков, уменьшение потребления соли, не более 5-6 грамм тень. Включить в рацион питание продукты, богатые калием, кальцием, натрием. Это черносливы, изюм, курага, фасоль, петрушка и так далее. Борьба с ожирением. То есть если человек страдает ожирением, нельзя ему резко скидывать вес. То есть нужно постепенно, в месяц нужно снижать вес 5-10 процентов. Профилактика для тех, кто уже страдает этим заболеванием, возможно это улучшить? Конечно. Это вторичная профилактика. Она направлена тем пациентам, к которым уже выставлен им диагноз гипертоническая болезнь. То есть профилактика направлена на снижение уровня артериального давления, на профилактику осложнения других органов, на медикаментозное лечение. Это подбирается лечащим врачом. И немедикаментозная терапия. Это физиотерапия. Получается борьба с гиподинамией. Это физическая культура, прогулка на свежем воздухе. И психотерапевтические аутотренинги, тренинги. Ширин, хотелось уточнить, кто все-таки в группе риска и возрастные ограничения? То есть может быть вы как-то отмечаете это помолодело или наоборот? В группе риска стоит мужчины 35-50 лет, женщины после менопаузы, женщины, которые принимают препараты, эстроген содержащие препараты. В группе риска относятся также пациенты, у которых есть атеросклероз сосудов головного мозга, пациенты, которые страдают с болеванием почек, пациенты, которые страдают сахарным диабетом. У кого нарушена нормализация сна, то есть сон и бодрствование, вот эти люди входят, ну и кто имеет вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. И может быть какая-то первая помощь при резком скачке давления, когда человек не знает о том, что он подвержен артериальной гипертензии? Самостоятельно мы дома ничего не делаем, сразу вызываем скорую, если мы уже не можем дойти до врача или же доходим до врача и соответственно сдаёмся анализы и придерживаемся рекомендациям лечащего врача. Спасибо большое, Ширин, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Ширин Араева и тема нашей встречи была профилактика артериальной гипертензии.